Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Такая атмосфера царила в каждом уголке школы. Дети разделились на группы, каждая площадка была оборудована информационными маркерами для определенного возраста. Ребята задавали вопросы и не всегда удобные. Это проект участников бала. На протяжении нескольких времен проводятся балы у нас. И вот участники бала решили стать организаторами и участниками проекта. Здесь нам помогает фонд имени Ефросини Полоцкой. Здесь мы подключили Белгосуниверситет. Существует две выставки. Это «Молодежь за нравственность, за жизнь и сохранение ценностей» и «Мы рисуем мир семьи». Каждый стенд составлен учеными, богословами, психологами, педагогами, которые отражают в той иной мере ценность семьи. Ну а соответственно и как основу это нравственное состояние человека. Счастливая семья – это усердная работа над отношениями, где каждый должен прикладывать усилия. О том, какие роли играет каждый член семьи и как формируются основы совместной жизни, все это дети рассмотрели на примере брошюр и баннеров. Но самая динамичная часть встречи – интерактивное занятие. Представители БГУ показали детям свою собственную программу, направленную на разъяснение самых частых заблуждений, которые появляются так или иначе в вопросах отношений. Выступающие парень и девушка – именно разнополые спикеры, как наглядный пример взаимодействия людей разных гендерных ролей. Мы проводили сегодня занятия по мужественности и женственности среди старшеклассников в городе Солигорске. Пообщались с ребятами, узнали о том, какие девочки ценят качество в мальчиках, какие мальчики ценят в девочках. Они обменялись этим опытом и, надеемся, потом будут применять его в будущем. Ключевая тема занятия – формирование симпатии и зарождение отношений. О том, какие именно качества выделяют в людях школьники, рассказали посредством рисунков. Каждая подгруппа создала свой образ идеального спутника жизни, описав рисунок как можно подробнее. Разбор работ показал неожиданные результаты. Озвучивая все свои пожелания, дети приходили к выводу, что часть из них недостижима, а другая часть в большей степени зависит не от партнера, а от собственного поведения. Здесь у нас участвует три человека. Это у нас выездная командировка с целью пропаганды, популяризации семейных ценностей и семейно-нравственных, воспитательных моментов. И работы с подростками, школьниками и студентами. Политика постепенного внедрения. Постепенно будем проводить занятия все больше и больше в школах и в университете. И именно занятие заключается в том, что идея – это вырастить подрастающее поколение уже на таких крепких ценностях, которые будут нести в себе добро, заботу и в целом возвращение к истокам, возвращение к такой традиционной семейной идее. Благодаря объединению нескольких смежных проектов организаторы хотят добиться максимального отклика у школьников, что позволит открыто говорить о проблемах и переживаниях, которые появляются у современных детей. Как отмечают участники проекта, одной из главных современных проблем в семье является отсутствие доверия между членами семьи. Это касается и взаимодействия родителей между собой, и общения с детьми. Путь к гармонии в семье, общение и озвучивание своих проблем вслух, а не поиск ответа в интернете. Далее проект продолжит свое путешествие по Солигорщине, и уже в мае будут подведены итоги работы. В первом этапе мы посетим школу Нового Полесья, Величковичи, школу номер 5 и городская библиотека. Собственно, подключили мы здесь специалистов из психоневрологического диспансера, инспекции по делам несовершеннолетних, священнослужителей Белорусской православной церкви, ну а организаторы, собственно говоря, сам объединение по интересам, театральный огонек, организаторы и участники бала молодежи.